Хорошо, всем добрый вечер, рада всех видеть. Те, кто не добавился, ну я думаю, добавятся. И сегодня у нас такая тема интересная. Ну как, тема, она и интересная, и полезная. И связана, ну так как мы работаем вместе с Мариной, Марина работает в поле психологического направления, я работаю в поле биохимических реакций организма. Но всё это касается всё равно нашего здоровья, нашего тела, нашего самочувствия. Потому что, ну вот честно скажу, немногие люди хотят решать вопросы со здоровьем. Но многие люди хотят чувствовать себя хорошо. Я думаю, вы согласитесь. Потому что, ну как-то вот заниматься здоровьем хлопотно. Это надо уделять время, это ещё, не дай бог, надо тратить деньги. А вот чувствовать классно и кайфово, это классно. Поэтому придумали такие всякие разные штучки в виде кофе, энергетиков, ну и вкусняшки какие-нибудь, они тоже добавляют радость. Поэтому иногда люди, вместо того, чтобы реально заняться улучшением качества жизни, занимаются просто отвлекающими манёврами. Сейчас сделаю хорошо, а потом когда-нибудь начну заниматься. Но сегодня мы с вами поговорим именно как наше тело связано с нашими мыслями и как это всё влияет на то, как мы с вами себя чувствуем. Поэтому тело и мысли у нас взаимосвязаны напрямую. Вот что влияет на наше тело, то, соответственно, влияет на наши мысли. И то, что влияет на наши мысли, если нас что-то раздражает, если нам что-то мешает, если у нас есть какое-то чувство беспокойства, неудовлетворённости, страха, то состояние наше в соответствующем положении будет. И я думаю, вы согласитесь. Поэтому бывает такое, что вот мы сейчас разберём несколько пунктов. Я просто поставлю такие моменты, вы можете себе записывать то, что посчитаете нужным. Я знаю, что вы приходите с тетрадями на мои занятия, с ручками, поэтому доставайте сейчас тетради. Возьмите водичку, которую вы тоже, я знаю, что приносите на занятия. И вот смотрите, бывает такая необъяснимая тяга в той или иной еде, или, например, какие-то моменты могут возникнуть в вашем теле. Вот куда-то тянет, что-то хочется. Такое бывает. Вот реально. Я знаю людей, которые просто, я не могу ничего с собой сделать. Вот меня тянет на это, и всё. И это получается как на подсознании. Почему так происходит? Если с организмом что происходит? Например, если вы едите еду, содержащую вещества, вызывающие зависимость. Ну это как наркотики. Вы же знаете, что еда — это своего рода наркотик. Когда мы поели, мы чувствуем себя классно, получаем удовольствие. Так вот, хорошо, если это хорошая еда, качественная. Мы получили питание, мы удовлетворили своё желание и получили простроенное тело из того, что съели в этой еде. Но если эти вещества, которые мешают организму хорошо себя чувствовать, то, скорее всего, их добавляют для того, чтобы мы с вами всё больше и больше ели. Ну, например, такие вещи, как сырые семечки. Ну вот сколько можно съесть сырых семечек? Ну вот я пробовала, ну ложку, две столовые, ну три, ну всё, уже как-то их не хочется. Попробуйте их прожарить. Попробуйте подсолить чуть-чуть. Есть ли какой-то, ну вот есть такой продукт, которым скармливали детей, кормят, считают, что это диета, манная каша, да, ну, например, крупа. Ну вот манку, честно говоря, если туда не положить ни соль, ни сахар, ни жир, то есть её просто нереально. Вот попробуйте как-нибудь делать себе на воде просто манную крупу. Ну это просто, ну никакое блюдо. Поэтому есть три наркотика в пищевой промышленности, такие как сахар, соль и жир. Если их добавляешь, то еды можно съесть больше и, соответственно, даже той, которую вы не планировали. Но это ещё полбеды, если такие вот вещи добавляются. Всё-таки они считаются с недоблением. А если, например, такие вещи, как аспартам? Это один, смотрите, вот с аспартамом такие вещи, там происходят дебаты по поводу того, что вредно, не вредно, пишут в малых количествах, это безопасно. Но опять-таки у нас в организме есть такое свойство накопления. Но это один фактор. А есть такое, что одно вещество содержит другое вещество, о котором не пишут. Ну вот, например, с аспартамом. Один из факторов – метанол, он содержится в аспартаме. И вот в сетчатке глаза он превращается в формальдегид. А формальдегид приравнивается к мышьяку, к синильной кислоте, ну, к откровенным ядам. Поэтому получается, аспартам пишут вроде как бы вредное вещество, но то, что оно содержит, вредное, но об этом не пишут. И это является вот тоже пристрастием, потому что все продукты, которые добавляются, как подсластители аспартам, это в соке, это в фруктовые воды газированные часто, это в спортивные коктейли, ну, под видом того, что там не будет углеводов, там не будет повышения калорий, а там будет просто продукт, который придает сладость. И вам хочется опять этот продукт тушить. То есть эти продукты вызывают зависимость. Такое вещество, как глутамат натрия. Вот он реально, его добавляют. В общем, с этим продуктом можно съесть любое протухшее мясо, любой испорченный продукт. И вы даже не заметите. И мало того, что он просто превращает плохой продукт в хороший, и его можно съесть, этот продукт, даже не зная, что это мясо уже вообще не подлежит питанию, то после этого еще меняются наши привычки. Вот дети, которые привыкают есть колбасные изделия, всякие вот эти приправки, всякие вот эти вот сладкие конфетки, выпечки, там, плюшечки, в которые как подсластитель добавляют либо аспартам, либо это какие-то вот мясные детские, там, сосисечки, сардельечки. Вот. Ребенок после таких продуктов, он нормальную еду уже есть не может. Попробуйте ему после этого отварить кусочек мяса и заставить его съесть. Но дети чаще всего уже потом не в состоянии кушать нормальную еду. Дальше, следующий пункт. Вы едите еду, которая не может перевариться в вашем ЖКТ, ну, то есть с желудочно-кишечным трактом. Эта еда, она не натуральная, она сделана синтетическим путем, с применением всяких ешек, и их очень много может быть, но она вкусная, а она какая-нибудь издубренная какими-нибудь усластителями, но желудочно-кишечный тракт, как еду, ее распознать не может, вообще никак. И получается, ну, вот эта вот еда чаще всего либо в дыку идет, либо засыряет нашу межкотечную тракт. Следующий пункт. Если у вас нарушен бактериальный баланс, то есть, ну, многие уже знают, что у нас живут бактерии, и они живут не только в толстом кишечнике, они живут еще в тонком, они даже живут на нашей коже. Поэтому с кожей тоже надо аккуратно обращаться. Вот мы вчера обсуждали этот вопрос. И если кишечник как-то вот уже пострадал от засилия каких-то потовенных микробов, микроорганизмов, там есть перекос уже от полезных, ну, то есть должно быть равновесие, полезная флора должна держать контроль над такими жителями, как грибы, паразиты. А от неправильного питания, особенно перекосов, сладкое. Ну, сейчас просто вот заходишь в любой супермаркет, просто от этих мучных, вздобных, сладостей, ну, полки ломятся. Реально, можно забежать, быстро нахватать таких вкусняшек и накормить не себя. Клетка эта не ест. Клетка есть полезные вещества. А такие вещи, они просто вызывают пустоту и очередной голод, но привязывают опять к употреблению ну, вот таких вот вещей. Вот эти вот все сухарики, перекусики, конфеточки. Ну, то, чем завалены, просто завалены прилавки, но питание они не дают. Поэтому, скорее всего, они кормят не нас. Следующий пункт, это если вы едите еду пустую. Ну, пустая в чем? По пищевой ценности. Вот съели, например, ну, это как бы из той же песни, съели какой-то продукт, он абсолютно не содержит ни витаминов, ни минералов, он не содержит полезного в белках, он не наполнен какими-то природными компонентами. То есть это буквально суррогат, который сделала современная промышленность для того, чтобы завоевывать рынок потребителям. То есть современность сейчас перешла на продукты, которые вкусные, но не полезные. И вот эти вот, особенно это если углеводный перекус, то начинается накопление жиров. Ну, мало людей. Ну, хотя сейчас уже, наверное, многие понимают, что лишний сахар – это лишний жир. Ну, хотя еще не все связывают, что лишний крахмал, лишняя мука, лишние вот эти вот печенюшки – это тоже жир. Лишняя каша по утрам – это тоже жир. Ну, для некоторых людей это может быть полезно. Но тут, как говорят, у нас тело уникально, индивидуально, и всем подряд одно и то же советовать просто нельзя. Одному подходит одно, а другому – другое. И вот необъяснимая тяга к той или иной еде, а также постоянное желание чего-нибудь съесть, подсаживает людей на поглощение каких-то неправильных перекусиков, таких как чай с печенюшкой или какие-нибудь конфеты, которые часто у многих я замечаю, вот такие прям тарелочки стоят или какие-нибудь вазочки, и там какие-нибудь орехи, например, в сахаре. Ну, почему не съесть просто орех? Ну, нет, в сахаре вкуснее. И вот человек иногда просто не замечает, сколько он съедает лишних углеводов. Пустые, пустых калорий, пустой еды, которая добавляет только лишние сантиметры на талию и лишние килограммы на животе и бьется. Если вот эта тяга присутствует, что это? Если научились… Ну, знаете, есть люди, еще заедают стресс, да, или заедают какое-то неудовлетворение. То есть, если человек научился работать, но не научился отдыхать, получается вот это чувство. Организм, он умный, он понимает, что где-то ты поработал, но где-то тебе нужно просто расслабиться. Поэтому желательно, конечно, чтобы переходили такие периоды, которые расслабляют не только вот на пять минут удовольствия от просмотра фильма, а реально помещать себя в какую-нибудь новую обстановку, ездить в какую-нибудь новую страну, общаться с новыми людьми. То есть, надо переключаться уметь. Люди, которые периодически куда-то выезжают хотя бы два раза в год, в какое-то новое место, узнать какие-то новые привычки других людей, например. Ну, мне, например, очень нравится изучать новых людей, вот новую там народность на территории той страны. Изучать кухню, например, на территории той страны, где ее делают. Поэтому у меня было одно из желаний, вот было попробовать… Я очень люблю морепродукты, поэтому мне когда-то хотелось просто вот живых креветок, которые только выловили, чтобы их при мне приготовили, я бы попробовала вот реально свежий продукт, а не замороженный, который уже годами там, ну, месяцами, во всяком случае, точно лежит на полках. Мне хотелось есть какую-нибудь вкусную рыбку, которую, допустим, до сих пор я не ела. И хотелось ее получить в свежем виде, то есть, чтобы она там не лежала перемороженная несколько месяцев, а вот была свежеприготовлена. И вот такие моменты, они переключают из режима работы тела в режим отдыха. И это намного улучшает качество жизни. Еще я заметила такую методику. Сейчас век такого, знаете, быстрого темпа. Век каких-то проектов, век какого-то бизнеса, инфобизнеса. Сейчас практически у всех есть гаджеты, компьютеры, какая-то техника, которая связывает нас со всем миром. Сейчас все ускоряется. Ну, практически люди вот вовлечены в какую-то деятельность. Даже по ночам работают, потому что есть компьютер. И можно работать, создавать какие-то там картины, продавать их, в каких-то проектах участвовать, какие-то анкеты заполнять. И понимаете, получается, человек настолько себя загружает, что даже в выходной день ему либо просто хочется выспаться, либо где-то просто посидеть. Но на самом деле организму нужно хотя бы один раз в неделю. Ну, у нас, допустим, в семье заведено... Вот воскресенье — это семейный день. Я в воскресенье, но только разве что сильно такие какие-то моменты, которые нужно сделать там по работе. Ну, тогда я там позволяю себе выделить этому время. На самом деле, вот желательно, чтобы у каждого из вас был момент, когда вы умеете просто расслабляться, просто посидеть в тишине, просто насладиться тишиной и познанием самого себя. Вот знаете, психология питания, психология самочувствия, психосоматика, биохимия настолько вот так переплетены, что если мы в одном имеем перекос, а второе вот не учитываем, то, ну, если кто-то из вас был на занятии, по-моему, Оксана проводила одно занятие, когда вот это колесо рисуем, если у человека перекус, то на таком колесе далеко не проедешь. И вот бывает, что и питание у человека хорошее. Но как он ест это питание? Если это в спешке поглощается, если оно оформлено, а бы как? Естественно, эстетика питания, культура питания — это так же, как и культура физическая. Вот не зря есть спорт, который человека просто реально убивает, убивает его и разрушает. Может, не сразу, но со временем. И есть также питание. Можно себя просто разрушить и убить питанием, а можно культурно сделать такое вот качественное питание для своего организма, и получить еще от этого не только пользу, но и удовольствие. И вот если люди сидят на диетах, это тоже вот кажется, что я сижу на диете, я худею, но это такое ограничение, когда организм отомстит и зло отомстит. Он накопит жиры, потому что когда человек нерегулярно питается, еще и не дает клетке все самое полезное и ценное в течение дня, то у нее голод. Поэтому вот эти вот диеты... Знаете, я всегда против диет ограничительных. Особенно, когда стараются похудеть или какие-то там очистительные процедуры делают путем наладания. Это никогда не приводит к хорошим результатам. Если есть депрессия... Вот у некоторых людей просто попадают в депрессию и начинают поглощать все подряд. Им уже все равно. Вот разговариваю с некоторыми, я говорю, тебе разве не жалко свое тело, свою красоту, свою молодость? Как можно вот так вот, ну, все, я в таком состоянии, мне уже все равно? И вообще, вот все, человек иногда просто отрекается от жизни хорошей и сам по собственному желанию принимает жизнь плохую. Но все же можно выравнивать. Если вы обнаружили хоть что-то, из-за того, что я перечислила, то это нарушение биохимических процессов приводит к этому. Это нарушение нашего настроения. И знаете, вот никакая сила воли не поможет, если у человека нарушена биохимия. Поэтому если вот нет культуры в питании, если нет культуры в физических упражнении, то наступают вот такие тяжелые для организма моменты. И он чем показывает это? Отказом от одного вида, от депрессии, такой вот сонливостью, апатией, вплоть до «мне ничего не интересно». И вот если человек так относится, ну, ничего не интересно, его не увлекает, то состояние внутренних сред и наших внутренних органов будет такое же. Они будут взяло-медленно уходить в старость. Поэтому сказать, что есть старость, вот честно говорю, она есть в нашем понимании. Поэтому есть активное долголетие, а есть старческое прозябание. И вот какой вид человек себе выберет по собственному желанию, вот так он и будет двигаться. Ну, понятно, что само оно не будет приходить. Надо ко всему прилагать какие-то усилия. Но помимо усилий, знаете, вот как говорят, грубо, конечно, с дуру можно и палку сломать, да, или что-то поломать. Поэтому везде есть нужно понимание, нужны знания, которые дадут определенные навыки. Вот не зря организовываются, ну, я провожу курсы преображения тела, есть школы функционального питания, есть курсы, которые там преображение, ну, то есть физические каких-то упражнений. Для чего? Ну, потому что, когда получаешь знания от специалиста, который это уже отработал, у тебя сокращается время на то, чтобы приобрести для себя новые навыки, которые тебя быстро выведут в какое-то определенное состояние. То, для чего вообще ты это все делаешь. Поэтому можно, конечно, бродить долго, годами вокруг да около, можно просто пройти определенный курс занятий и получить тот эффект и то самочувствие, на которое ты вообще рассчитывал. И не испробовать на себя 300-500 методик, которые вот сейчас в интернете реально просто за всякими, начиная от крутых там всяких курсов до каких-то чудо-продуктов, типа там ягоды Годжи, зеленый кофе для похудения. Ну, просто у меня много, ну, не много, но есть клиенты, которые вот эти все вещи пробовали, потом разочаровались, потом вообще на все ставили крест. Все, ничего не помогает, только деньги скачиваются. Ну, и такое тоже бывает. Но к чему я еще хочу подвести? К тому, что на самом деле организм у нас умный. Если к нему относиться по-умному и прислушаться, что он хочет, то он вам сам подскажет, какую еду кушать, что сейчас вам нужно, как себя сейчас надо вести. И знаете, вот знание, как подслушать организм, я тоже сама получила вот на таких курсах. И вот то, что мы проходим на курсе, ну, и вот в этой группе мы с вами проходим некоторые моменты, как наши органы себя чувствуют и что им для счастья нужно. Да, мы с вами из-за печени говорили. Вот создай ей хорошее условие, и она ответит благодарности. Потому что на самом деле у нас чудесный организм. Он самовосстанавливающийся, саморегулирующийся, самоомолаживающийся. Ну, это так. Но только же надо знать условия, это одно. А второе, что, естественно, после современного питания, вот настоящего, уже у многих, я и себя к тому причисляю, потому что когда я поняла, что заболевания добавляются вместе с возрастом, и мне врачи говорят, ну, что вы хотели, это возраст. Я с этим соглашаться не хотела, и таки нашла причину, как можно вернуть всё обратно. Но организму трудно мне что-то подсказать, если он уже находится под слоем пыли. Какой пыли? Он грязный. Он уже настолько нафарширован всем вот этим мусором, который я в себя позабрасывала, ну, начиная с молодости. Да, мы же не стареем за один день. Мы вот потихонечку себя приводим к этому состоянию. Ну, может, вы не такие, но я приходила к этому состоянию, и в 36 лет я себя уже чувствовала реально на пенсии. Я уставала так, что мне просто видеть никого не хотелось. Мне просто было состояние такое, отстаньте от меня, вот сейчас передохну, потому что опять завтра на работу. И вот если учитывать сезонность профилактических мероприятий, если дать организму возможность, ну, знаете, как в народе говорят, почиститься, ну, то есть освободить организм, внутренние органы от вот этого вот наплыва всей современной еды, которая недопереварилась, которая, ну, просто замусорила наш организм, а потом добавить то питание, которое даст возможность клеткам быстро напитаться, получить то, чего они всю жизнь ждут, а это есть под клетки, да, им нужны витамины качественные, им нужны минералы, им нужны ферменты, нужен белок как строительный материал, им нужна чистая вода, чтобы сделать свои обменные процессы. Если это всё сделать, то потом вам организм сам подскажет. И, знаете, вот я наблюдаю, мне говорят, а как ты вот, ну, курсы, да, ну, прошли там, а как потом запомнить, что есть, что не есть, что постоянно на этих курсах находиться? Ну, можно один раз пройти курс. Для некоторых людей есть, бывает, что два раза надо проходить. Вот, знаете, на первом начал только что-то слышать, на втором уже начал понимать и делать. Ну, и такое тоже бывает. Но, честно скажу, после вот определенных моментов системы очищения и правильного питания, я заметила, что мне уже не надо за собой следить. Это, знаете, как вот детки, вот у меня сейчас внучка маленькая, ей 9 месяцев. И как она вот пытается брать ложку. Я её кормлю, она забирает ложку, но она не умеет ей пользоваться. Она её куда угодно. Там и вот так, и, ну, в общем, мимо рта. Если мы взрослые люди, ну, кто из нас мимо ложку пронесёт, мимо рта? Да все уже на автомате. Поэтому сначала оно неосознанное, потом это сознательное. И вот на самом деле, когда переходим уже в бессознательное, да, мы уже не прилагаем к этому усилий, и нам не надо запоминать, с какой ноги встать, чтобы не упасть с кровати, да, как правильно ложку взять, чтобы не пройти мимо рта. И вот эти вот моменты, они нарабатываются. Когда организм чистый, когда он накормленный, клетка здоровая, хорошо работает, в какой-то момент хочется зелёного горошка. Потому что реально организму сейчас для связочек понадобилась сера. В какой-то момент хочется какого-нибудь, ну, вот мне рыбы хочется, либо мяса. Вот сегодня я была на рынке, просто реально вот захотелось рыбы, свежей рыбы. Просто запечь её и съесть. Ну, потому что реально вот организму что-то понадобилось именно в этой рыбе. Потому что я уже понимаю, что у меня съесть. Но у меня есть понимание, какая еда является едой, а какая мусором. И вот это вот разграничение, оно должно войти в привычку. Потому что на самом деле мусорная еда приводит к чему? Ну, к мусорному телу. Потому что тело, оно реально будет отзываться на то, из чего мы его пытаемся построить. Поэтому, когда вы смотрите на еду, которую вы покупаете или едите, вот вы сразу себе представляете, что это тот строительный материал, из которого вы будете построены. Это ваши будущие клетки. Это ваши будущие органы. Это ваша будущая красота. Либо это будет старостью, либо это будет молодостью. Ну, вот есть такой момент. Поэтому есть такое понимание, если я кушаю еду, которая добавляет мне жира, я старею. Если я кушаю еду, которая добавляет мне белка, я молодею. Если я ещё научусь это всё допереваривать и физически разгонять все процессы в организме, то есть ходить, ездить на велосипеде, заниматься какими-то упражнениями, то есть физически себя нагружать, то, естественно, у меня будет хорошее кровообращение, и всё это питание, всё это полезное дойдёт до каждой клетки. И это будет круто. Мы можем получить абсолютно новое тело в абсолютно любом возрасте. Ну, всё равно будет какая-то зависимость от возрастных изменений, но я не скажу, что можно в 65 выглядеть на 25. Ну, нет, ну путём пластики можно. Но так вот естественным образом. Естественно, будут появляться морщины, естественно, будут какие-то физические изменения. Но можно всё это приостановить и, ну, хотя бы задержать. И всё-таки чувствовать себя, главное, активно. Потому что самое страшное, это когда в самое неприятное время, вот, как говорят, в самое неподходящее время, человек просто исключается из активной жизни. Что-то заболело, где-то что-то. Особенно сердечно-сосудистая система. Раз, и у человека инсульт. Ну, это страшно. Поэтому, вот вчера мы на теме курс преображения тела проходили курс потребительской грамотности. И вот как раз он, эта тема была направлена на то, что же можно кушать, чего нельзя кушать. И именно почему нам нельзя это есть. Вот у нас Андрей на этой школе был, и Наташи сейчас нет. Андрей, а можно вас попросить включить микрофон? Ну, хотя бы пару слов по вчерашнему занятию. Что для себя полезного? Ну, такого вот, может, вы не знали и получили какие-то знания. Насколько полезна эта тема была для вас вчера? Значит, да. Извините, тут у меня технические неполадки с компьютером, поэтому мне приходится переключать то на компьютер, то на телефон. Ну, мы вас слышим, говорите. Вот. Так вот, это очень важная тема была по поводу пищевых добавок. Ну, хорошо, я подпишу, Андрей. Да, так вот, современная еда – это фактически отрава. И в этом я еще раз убедился, когда я прослушал вчерашнюю лекцию. Ну, там еще было домашнее задание. Современная еда – это отрава. Потому что там столько всяких вредных добавок присутствует, что фактически ничего этого есть практически нельзя. Вот, например, молочные продукты – там сплошной пенициллин. Если взять колбасы, то там сахар – это же самый безобидный ингредиент. Но там же еще и всякие химикаты добавляются. Вот, глутаминат натрия, например, который может даже из тухлого мяса сделать свежее. Вот. А томатный сок – это вообще может быть перетертый кирпич с добавлением лимонной кислоты. Ну да, крахмала, воды. Да. Спасибо, Андрей, спасибо. Ну, на самом деле, если тело освобождается от такого мусора, если оно получает полезные вещества, то организм вообще перестает защищаться от нас же самих. Потому что на самом деле в организме функции таких… Ну, в общем, он как может до последнего нам подсказывает, как дает нам сигналы, чем? Болевыми ощущениями, дискомфортом. И маякует, как может, что «хозяин, остановись! Я этим не питаюсь, от этого мне плохо». Реально. Потому что, ну, просто мы вчера разбирали даже симптомы, какие возникают. Если человек съел то, что ему есть, категорически нельзя было. А он просто не удосужился почитать этикетку. Поэтому есть более безопасные вещи. Мы разбирали, что да, не вся еда, конечно, мусорная. Можно найти для себя то, что будет вас питать. И когда мы к организму обращаемся вежливо, мы его стараемся понимать, не глушим его таблетками с обезболивающим эффектом, да, решая быстро вопросы. Да. У него есть крика помощи, а мы этой таблеткой бацим по голове, молчать. «Мне сейчас некогда. Всё, перестань болеть, потому что неплохо». И вот организм пытается достучаться и говорить, ну, не ешь ты эту милину, не пей ты растворимый кофе, не закусывай ты этой печенюшкой, там же транс жиры, я же мутируюсь от этого, да. Не ешь ты это мороженое, которому срок хранения один год. Ну, вот вообще просто я, честно сказать, я после этого перестала вообще мороженое покупать. Потому что когда я начала смотреть, что там срок годности один год, то, уважаемые, можно найти всё-таки продукты, которые есть производители, делают качественные. Там не такие сроки. Да, этих продуктов мало, но они есть. И если вы однажды потрубитесь и найдёте такого производителя, у которого будут хорошие сроки, если это молочные продукты, не больше 14 дней, но никак не законсервированный продукт на месяц или на полгода, которые, ну вот, кисломолочные или молочные. Ну, это вообще неестественно. Поэтому мы вчера разобрали много моментов, начиная от обезжиренных продуктов, да. И вот от этих продуктов организм реально стареет. Но нельзя пить томатный сок, в который добавляют даже пеногаситель. Но нельзя есть сухарики, в которых точно есть глутамат натрия. А для консервации красной икры, особенно для девочек, ну вот, для женщин, этот продукт... Ну, честно, я вот люблю красную икру. Но после того, как я начала читать этикетки, да, лучше уж купить... Есть, конечно, более щадящие составы, но в основном массово гонят икру, в которую добавляют походное горючее вместе с лимонной кислотой. И это образовывает тот же формальдегид. И это консервирует наши собственные ферменты. Ну, слушайте, ну, мавзолей в желудке и в организме, это же просто непростительные вещи. Поэтому нельзя есть майонеза, особенно в пластиковых упаковках, потому что уксус выделяет из пластика консервальные вещества. Ну, нельзя это есть, потому что это слоем ложится в наши сосуды. Оно никуда не девается. Организм вообще не понимает, что это такое. Вот современную еду он понять не может. И зачастую он её просто никуда не может не вывести, не деть. И вот она начинает наслаиваться и мешает организму вообще воспринимать даже те полезные вещества, которые попадают с нормальной едой. И человек вроде бы периодически ест хорошие вещи, но они уже попасть туда, куда надо, не могут. Потому что пластилин. Везде в кишечнике пластилин, в сосудах пластилин, а потом идут осложнения. И организм до последнего борется. Он уже как может себя старается защищать. Но мы иногда его не хотим слушать. Понятно, что нельзя есть копченую колбасу, потому что это иллюзия. Есть вареную бумагу со всякими консервантами, с жидким дымом, да, так, чем её обрабатывают, с прикопченым вкусом, и считать, что это иллюзия. Ну, это трава, на самом деле. Хотя пахнет она очень хорошо. Заходишь в отдел колбас, и там прям царство приятных запахов. Ну, оказывается, не всё, что так вкусно пахнет, нам полезно. И вот когда наше тело начинает с нами говорить языком болезни, недомоганий, каких-то всяческих физических неприятностей, оно хочет, чтобы мы осознали, чтобы мы остановились, а может быть даже прилегли на кроватку, да, и подумали, а что я делаю вообще? Я сейчас забочусь о себе, или я себя потихонечку устарю и отключаю от жизни. Поэтому вот возьмём опять такой аспект, как психология, да. Это мы коснулись еды, да. А вот если брать психологический настрой, то вот даже давайте вместе размышляем. Если человек недоволен собой, вот знаете, опять-таки, это современная жизнь, где-то там не получился прег, где-то там, ну вот, у тебя не получаются какие-то дела, там, вещи, вот где-то человек не удовлетворён, если его никто не любит, или кто-то определённый не любит. Но чаще всего это получается, когда человек сам не в состоянии дать кому-то любовь. Вот честно скажу, любовь — это такое чувство, что у каждого оно есть. Только я заметила, люди, которые больше всех требуют любви, меньше всего готовы её дарить. Ну я вот не знаю, как у вас в обществе, но я просто со многими людьми работаю, многие люди ко мне обращаются. Вот даже на уровне каких-то заболеваний я понимаю, человек недолюбленный. Он всё время ждёт, что его будут просто уважать, ценить, любить. Но сам он это дарить не может. Вот сам, говорят, ты кому-нибудь сделал вот что-то такое, чтобы просто человеку стало хорошо рядом с тобой. И это отражается на здоровье. Как вы думаете, что он будет испытывать такой человек? Ну он и будет испытывать смесь самых разрушительных эмоций. Обиду, зависть, злобу и даже гнев. И такие люди раздражаются. Они людей даже не любят. А знаете, не любить человека — это значит не любить Бога. Потому что если кто-то верит, что Бог — создатель, творец, то, наверное, он сделал нас по образу и подобию. Как я могу не любить его изделия? Да, оно не такое, как я. Но оно не должно быть таким, как я. У меня свой мир в голове, у человека свой. Вот если мы научимся понимать друг друга, нам даже на уровне пищеварительного тракта будет легче. Человек с улыбкой на лице чаще всего со спокойным кишечником. Человек, который озлоблен, ну у него чаще всего какие-то осложнения. Человек, который не может принять какие-то новые моменты жизни, негибкие называются, у него обязательно будут какие-то осложнения с постно-мышечным аппаратом, то есть с суставами. И такие люди страдают от артрита в первую очередь. Я просто это замечаю. Если кому-то вот интересно, ну просто почитайте Луизу Хейн. Да, вот она очень хорошо описывает всякие симптомы, как они связаны с нашей психосоматикой. Поэтому всё напрямую. Желчные люди, озлобленные люди, люди с плохим состоянием печени. И смотрите, как взаимосвязано. Можно злостью начинать задавливать собственную печень, то есть мешать ей работать. И можно плохим питанием сделать плохую работу печени, соответственно испортив свой характер. Поэтому за этим нужно следить. Да, и питание должно улучшать качество нашей жизни, и окружение, и наши эмоции, они должны улучшать качество нашего состояния тела. И вот так оно всё это переплетено. Поэтому психология — это вообще мощнейший фактор. И любое какое-то восстановление собственного здоровья нужно начинать именно с психологических установок. Насколько я спокоен, насколько я дружелюбен, насколько я разрешаю новым приятным событиям входить в свою жизнь, и что я вообще ожидаю от жизни. Потому что если я ожидаю, что, знаете, есть такая поговорка, ну я так и знала, на мне как всегда кончится, этот как всегда так сделает, ну оно так и получается. По вере нашей нам и даётся. То, что коснулось лично меня, оно уже не отпускает меня последние пять лет буквально. Понятно, что первое было это решение вопросов по здоровью. Понятно, что было решение каких-то своих моментов, которые были записаны в качестве диагноза. Но потом меня всё-таки посетила мысль, я хочу чувствовать себя молодой, энергичной, и до конца своих дней я хочу оставаться на собственных ногах. То есть у меня как бы посетила вот эта система антиэйдж, система омоложения, система бодрости, система активности, чтобы в любом возрасте я была подвижна. Ну, то есть мне нравится сейчас общаться с молодёжью, да, у меня вообще не разного возраста люди, но меня влечёт в какие-то вот... Я восхищаюсь какими-то танцами современными, да, мне это нравится. Просто на самом деле начало меня... А всё это началась система очищения. И потихоньку, когда организм освобождается от лишнего и принимают нужно, ну, реально раскрываются новые просторы. Тебя тянет куда-то уже в такое, ну, как говорится, молодильных яблок объёмся, да. Ну, это мне кто-то сказал, я даже не помню, кто. Поэтому изменяется внешность, изменяются привычки, изменяется окружение. Вот уходят те люди, которые тебя раздражали. Всё меняется. Но начинается это всё с собственного осознания, со своих личных шагов. И я прихожу к такому логическому выводу, что наше тело реально удивительно. Если к нему относиться правильно, если его уметь слушать, если сделать все необходимые правильные действия по отношению к нему, то каждая клеточка нашего тела, она способна обновляться. Все органы в организме будут омолаживаться. Они будут становиться качественными, крепкими, здоровыми, функциональными. Всё начнёт двигаться. И тогда уже естественный процесс идёт, что тебе хочется ходить, тебе не хочется сидеть, тебе хочется улыбаться, потому что внутри поёт, и естественно улыбка на лице. Тебе не надо уже себя заставлять. И вот омоложение, активное долголетие, это на самом деле сейчас уже перестало быть секретом за семью печати. Это не удел знаменитостей и супербогатых людей или каких-то избранных. На самом деле выглядеть лучше, чувствовать себя лучше, не зависит от какой-то удачи или от какого-то секретного, потайного конверта, в который мы заглянем и получим наконец-то эликсир молодости, который годами алхимики изобретали. И надо же открыть этот секрет. На самом деле наш организм обладает этой способностью сам. И он сам всё это сделает. Нет никаких секретов. Есть правильное обслуживание. Хороший специалист, который как настройщик настроит ваше тело, ваши привычки, даст вам правильные инструменты и покажет, куда правильно смотреть. Потому что хороший тренер – это не тот, который вам всё время делает подсказки и учит вас жить. Хороший тренер, который создаст условия, при которых вы сами начнёте думать и правильно понимать. И наработаете себе новые привычки, которые будут улучшать качество жизни. С каждым днём, с каждой минуты. А не убивать свою нервную систему таблетками для обезболивания и затыкать рот кричащему организму, который просто там выпускает эти сигналы СОС, чтобы вы перестали его отравлять. Поэтому старение – это вообще контролируемый процесс. Болезни возраста – это не естественный процесс нашего организма. Мы не болеем на самом деле. Мы получаем сигнал от организма, и только от нас зависит, как мы будем с вами реагировать. Либо мы отдадимся в руки неопознанных лекарств, которые на нас же экспериментируются, либо мы всё-таки выйдем в круг здоровья и начнём ухаживать за нашим организмом. Мы в состоянии реально влиять на скорость нашего старения. Мы в состоянии влиять на наше самочувствие, на нашу внешность. И не зависит это всё ни от количества лет, ни от количества морщин, потому что всё это зависит от того, насколько быстро мы реагируем, насколько мы восприимчивы к тому, что действительно нужно делать со своим организмом, и насколько мы действенны. Потому что можно много знать, можно много писать, составлять рецепты, но если не начать это делать, это может так и остаться в активе, а тело потихонечку начнёт стареть. Поэтому и мысли, они тоже напрямую влияют на наше здоровье. Мысли влияют на то, что мы едим. То, что мы едим, влияет на наши мысли. И вот так это всё закручено в интересную систему, что получается, выравнивая фон питания, мы с вами выравниваем наш характер. Это тоже классное наблюдение. И миф о том, что у нас есть мозг, от которого зависит интеллект наш. Если мозг хорошо работает, может быть, это кому-то дано от природы, то ещё IQ определяет. Вот этот умный человек, этот слегка тупит, этот вообще, ну так уже ничего не понимает. На самом деле у нас три мозга. Мы сейчас с вами это обсудим. Ну, есть такая мысль, и я хочу с вами поделиться этой мыслью, что мозг — это не единственный источник нашего эгдилекта, а слаженная работа вообще-то всего организма, всех функциональных частей, оно повышает не только интеллект, но и практически создаёт для человека новый такой творческий подъём. То есть человек себя может поднять на такой уровень, на какой он сможет поднять свою действенность по отношению к очищению питания. И это, ну, с каждым этапом, знаете, есть ещё такая вот система, с каждым этапом очистки правильного питания человек переходит от состояния плохого самочувствия, каких-то негативных реакций, высыпаний, может быть. Потом переходит в этап такого кайфового состояния. Мне звонят, говорят, слушай, так себя никогда не чувствовала, ну вообще реально. Потом опять идёт этап новый. И вот с каждым годом человек, знаете, как шелуху себя сбрасывает. А одни проблемы уходят. Выходит новый такой поток энергии. Опять слой каких-то вот завалов уходит. Опять новый поток энергии выходит. И можно, в принципе, ну как бы сделать такое состояние, которое давно уже не чувствовали. У меня есть одна из, ну, клиентов, можно сказать. Ей 70 с лишним лет. Недавно они отметили золотую свадьбу. И когда задавали вопрос, так, ну вот, цели ставили, вот как бы, ну, хотели бы вы себя чувствовать, как в 25 лет, например. Она честно признается, говорит, я не хочу себя чувствовать, как в 25. В 25 я умирала. У меня одна почка. Ну, то есть сделали операцию, убрали одну почку. В 25 лет я находилась постоянно на каких-то таблетках. В 25, говорит, у меня жизнь превратилась просто вхождение с работы домой в больницу, с работы домой в больницу. Вот так. Сейчас в 70 я живу и радуюсь. Я, говорит, путешествую. Да, у меня, не скажу, что отличное самочувствие, ну, потому что всё-таки хирурги сделали своё тело. Но, говорит, состояние моей души и тела меня радует намного больше. Поэтому и в 70 лет можно получать кайф от жизни, даже такой, которого не было в 25. И вот по поводу интеллекта у меня даже такая вот добавка, я вам даже сброшу один продукт, который меня просто радует. Это бурые водоросли. Честно сказать, раньше не знала, что добавив даже в питание, вот знаете, я называю это обогатителем питания, добавив в питание вот такую нужную травку, компонент, человек повышает интеллектуальную способность. Это реально так. Если даже беременным мы рекомендуем этот продукт. Почему? Потому что беременные, которые во время беременности пьют эту добавочку к пище, а детки вырастают интеллектуально грамотными, развитыми. Поэтому, ну, и для взрослых это тоже повышение интеллектуальных способностей. Вот, хорошая вещь такая. Если кто, ну, для женского персонала это хорошее состояние настроения, классная работа щитовидной железы, ну, и гормональный фон. Для мужчин это то же самое, в принципе. Но мужчины немножко, они как бы сдержаннее по своей натуре, поэтому иногда хорошее настроение они просто не замечают. Но они замечают четкую, хорошую работу своего мозга. То есть, как бы, приходит какое-то ну, такое чувство концентрации, хорошей энергии спокойной. Вот, и вот такая вот небольшая баночка, а столько удовольствия на столе. Ну, это так, в качестве рекламы, потому что я этим пользуюсь, я это рекомендую, я вижу классные результаты, мне это нравится. Вот, это мы за первый мозг. Первый мозг, это в голове. То есть, естественно, это наши интеллектуальные способности, это наша память, это наша центральная нервная система. Вот. Есть еще второй мозг, можете себе записать. Это кишечник. Вот первый мозг находится в голове, второй находится у нас в животе. Потому что именно здоровый кишечник рождает необыкновенное чувство позитивного отношения к жизни. Реально. Почему? Сейчас объясню. Приблизительно 80% серотонина, ну, знаете, да, это гормон хорошего настроения, вырабатывается именно в кишечнике. Поэтому, ну, как не считать это тоже, ну, как бы, мозгом. Ну, потому что на самом деле, вот, тоже такой важный компонент, да, потому что хорошее настроение, это хорошее самочувствие, это действительно такой фактор, который добавляет нам, тоже улучшает качество жизни. Кстати, грусть, печаль тоже находятся в животе. Потому что недостаток выработки серотонина действует в обратную сторону. У человека, у которого меньше вырабатывается этого вещества, соответственно, ухудшается настроение. И третий наш мозг, да, это, ну, контроль, это очень важное такое, это находится в нашем сердце. Вот реальность сердца, которое находится в состоянии любви, в состоянии добра, в состоянии доверия, это источник жизни. И я вам сейчас процитирую из Библии, ну, я считаю, Библия — это источник, ну, это мудрость наша, это книга жизни. Вот в Библии написано, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Поэтому, уважаемые сердца, нужно хранить от печали, от горести, от всяких негативных факторов. Если они бывают, наступают, надо всячески побыстрее от этого избавляться. Надо научиться любить, а любовь, она покрывает все. Ваше настроение, улыбка напрямую зависит от того, что вы съели. Потому что некачественная еда и отравление организма, естественно, не вызывают улыбки на лице. А вот хорошее, даже такой, знаете, кусочек шоколадки, ну, хорошей шоколадки, чтобы там меньше было сахара, вызывает сразу позитивную эмоцию. Особенно, если человек к нему хорошо относится. Вот съели шоколад, да, подняли настроение. А если наели сплюшек с варениками, да, то впали в литургическое состояние. Бывает у вас так? Или только у меня? Ну, у меня бывает такое, что вот пошли в гости, ну, сделали, нас угощали вареники, так еще с поджаркой, лука такого, в лапах, конечно, вкусный. Но чего, съели немного. Ну как, не съесть такое блюдо, тем более хозяева старались куда уж тут деваться. И вот реально, поем такую еду, я чувствую, что вот как-то прибивает. Вот хочется уже то ли полежать, то ли поспать. А если, вот сейчас немножечко подумаем по поводу того, какая пища, какое чувство вызывает в нас. Например, вот как насчет сонливого состояния после такого плотного обеда или ужина? Или же чувство восторга от изысканной еды? Вот понимаете разницу? Можно просто от пуза наесться, да? Вот пришел там, неважно что, сейчас надо поесть, потому что голодный. Натрескался и сидишь такой в каком-то коматозе. Либо это приготовлено так и сделано, ну, как бы украшено на тарелке так, что это действительно изысканно. Ему может быть немного, но оно вызывает чувство такого, ну, как вам объяснить? Еда это же не только источник питания, это еще источник удовольствия, источник каких-то эмоций. И вот как себя, допустим, чувствует человек, который питается в дорогом ресторане? Ну, я думаю, каждый из вас был в ресторане и понимает, да, вот даже рыбу как подают. Просто я ела красную рыбу, мне понравилось, вот как бы этот кусочек небольшой красной рыбы, потом как-то соусом еще что-то нарисовано, там кусочек лимончика, в общем, какие-то там еще зеленушки лежат. То есть это так красиво и эстетично, ну, не можешь ты просто это так вот нахрапом слопать и пойти, ну, прям как бы даже и не получится. Ну, и сама обстановка даже соответствует тому, что ты должен это кушать медленно, с удовольствием, почувствовать вкус этой пищи, получить эмоциональное удовлетворение, эстетическое удовлетворение, ну, естественно, и питательную ценность, потому что красная рыба – это хороший продукт. Это все-таки белок, это еще полезные жирные кислоты. То ли дело – это столовая. Я питалась в столовой. Особенно, когда стоит очередь, когда тебе туда просто ляпают в тарелку какую-нибудь там еду, которая бесформенно там громоздится, даже кусок того же мяса, ну, явно не так оформлен, и ее просто ешь, чтобы насытиться. Поэтому с едой тоже разные вещи. Можно просто есть, чтобы насыщаться, чувство голода убивать, а можно сделать эстетическое восприятие. Ну, просто когда я об этом говорю, и вот я это понимаю, я понимаю, что мне хочется эстетично все это оформлять и кушать с удовольствием. Тогда я действительно не съем этого много, и я буду избирательно подходить к тому, что я кушаю. И спешка в этом деле абсолютно не нужна. Есть надо действительно размеренно, потому что пища должна тоже, ну, какой-то этап переваривания пройти, и пережевыванием, потом перевариванием. Вот тогда она даст максимальную пользу. Потому что из маленького даже кусочка рыбы надо получить максимальную пользу, а не отправить его в быстро пережеванную, ну, вот там, пусть она там допереваривается. Естественно, она будет дольше лежать, и, возможно, даже дни. Потому что белок имеет свойство нить в нашем кишечнике, если он не допереварился. Поэтому наша жизнь — это как раз то, что мы с вами съели, это то, о чём мы подумали в прошлом. Поэтому если вы сейчас посмотрите в зеркало и увидите себя, и если что-то вам не нравится в вашей внешности, это то, чем вы питались вчера, то, как вы чувствовали себя вчера, сегодня мы так с вами выглядим. И если мы сегодня поменяем наши привычки, добавим то полезное, добавим положительные эмоции, то завтра мы с вами будем выглядеть совершенно по-другому. Поэтому изменение питания, изменение настроения, изменение своих привычек естественно меняет наше тело, наши формы. А представьте себе, у нас есть такой волшебный продукт, как зеркало. Раневская однажды сказала, если вы хотите похудеть, постройнеть и покрасиветь, ешьте голое перед зерком. Я, честно говоря, как это представила, ну, думаю, да. Такая страшная картинка, если, не дай бог, с телом не всё так красиво, как хотелось. Поэтому мы с вами все, конечно, разные. Все неповторимые и прекрасные. Даже словами, стихами заговорил. Если наша красота и стройность вот где-то немножко потерялась, если в последневной заботе, в суете, вот где-то вы её прикрыли каким-то вот лишним слоем неправильной еды, лишним жирком где-нибудь, да, либо она уже как-то себя проявляет не так свежевыглядевшей кожей, да, или она, допустим, красота нашей стройности как-то позабыта или отложена на потом. Ну, ладненько, потом как-нибудь займусь своей внешностью, то уже пора доставать с полочки, уже пора её откапывать. Сейчас идёт весна, сейчас пробуждение, сейчас каждое растение ну, просто играет своими соками, выпускает такие красивые цветы. Я даже смотрю, пустарники с такой жёлтыми цветами цветёт. Ну, реально, красота необыкновенная. Если природа так красиво встречает весну, давайте мы с вами встречать весну красиво. Как раз после зимней спячки, после этой тяжёлой еды, после каких-то ненужных эмоциональных переживаний выйдем на состояние позитива, активности, очищения, допереваривания и поглощения, ну, вернее, культурного питания. Надо действительно разобрать завалы. Как в народе говорят, почиститься, да, обновить костюмчик, дать себе время на отдых, сделать хотя бы один день в неделю позитивного размышления, планов на будущее. Знаете, вот меня, честно, вдохновляет, когда мы с мужем строим планы на будущее. Куда мы поедем в этом году отдыхать? Где мы будем с ним проходить какие-то курсы, может быть, повышения? То есть, ну, планируем всё это. Какую одежду мы купим, допустим, на этот отдых, да? Какую я себе выберу сумочку? Ну, меня это радует. Я когда выбираю эти вещи, я понимаю, что-то новое придёт в мою жизнь. То есть, это обновление и наполняешься реально позитивными чувствами. Чувство любви к ближнему – это реально положительное такое состояние, которое влияет на хорошее переваривание, хорошее самочувствие внутри нашего организма. Потому что человек с улыбкой, я точно понимаю, что он улучшает качество даже перевариваемой пищи. Это всё связано. И как только вы представите себе, ну, вот на минуточку, просто закройте сейчас глаза. Вот так давайте две минуты или три побудем в таком классном состоянии. Просто закройте глаза. Вот просто представьте, что вы просыпаетесь завтра счастливым человеком. У вас завтра самый лучший день в жизни. Вот реально. Ваше тело полно энергии, страсти, предвкушения новых перемен, предвкушения чего-то такого, чего с вами ещё хорошего не случалось. То есть какая-то новая волна энергии, новая волна жизненной радости вливается в вашу жизнь. Просто как сок у растения пробуждает само растение, так вот ваша кровь, насыщенная полезными веществами, она просто будоражит ваше тело, заставляет вас двигаться. Движение молодит ваше тело. Вы становитесь красивее. Отражение в зеркале вас радует. Вы ставите перспективы на будущее. Вы планируете свои будущие, новые желания, новые цели. У вас ещё вся жизнь впереди. И самое лучшее, оно только ещё впереди. Самый кайфовый день, он ещё не настал, он только будет. И вот это предвкушение того, что с вами будут случаться классные перемены, оно будет улучшать ваше самочувствие, вашу жизненную энергию повышать, ваши интеллектуальные способности улучшать и превратить вашу жизнь действительно в реально такое живое колесо, которое двигается. Вы этим будете заражать окружающих людей. Люди будут к вам тянуться, дела будут получаться. И даже если будут происходить какие-то нелепые события, какие-то небольшие огорчения, это как раз те изюминки, которые дадут вам понимание, что жизнь, она разнообразная. Знаете, кто никогда не был голодным, тот не поймёт кайф от еды. Кто никогда не был уставшим, тот никогда не поймает кайф от отдыха. Поэтому вот эта наша жизнь такая многоцветная, разукрашенная, она где-то у нас получается с трудностями. Но если не будет трудностей, не будет рост. Поэтому мы с вами растём, мы с вами приобретаем новые навыки. Шаг за шагом мы с вами меняемся. Мы идём в нужном направлении. Мы меняем наши мысли. Мы меняем наше питание. Потому что вы уникальны и неповторимы. Потому что одному можно одно, другому можно другое. Потому что вы занимаетесь как раз самопознанием. Вы посещаете лекции, которые куда-то вас двигают, в чём-то вас развивают. А может быть напоминают о том, что вы сами знаете. Поэтому просто есть правила, которые нужно соблюдать. Просто есть какие-то наработанные практики, опыт, который уже дал свои положительные эмоции. Я вас поздравляю, вы молодцы. Вы развиваетесь и вы совершенствуетесь. Я считаю, что действительно всё лучшее, оно ещё впереди. Всё самое хорошее с нами уже случилось. А лучшее ещё будет. Поэтому на следующем занятии я приготовила некоторые моменты такие очень интересные. И я думаю, что на следующем занятии нас будет больше. Я с вами поделюсь этими секретами, которые уже не стали секретами. Но это такие важные моменты, которые если их выполнять и в жизнь добавлять свою, то жизнь станет гораздо лучше. Мы поговорим более о конкретных вещах, потому что сегодня было, как вот мне нравится у Марины слово, сонастройка. Мы с вами сонастраивали питание с настроением, состояние с действиями. И всё это взаимосвязано. Поэтому сегодня у меня всё. Сегодняшняя тема у нас уже закончилась. До следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok